Здравствуйте! На канале НТВ программа «Школа злословия». Мы ее ведущие Татьяна Толстая и Авдотья Смирнова. А у нас в гостях Владимир Теодорович Спиваков. АПЛОДИСМЕНТЫ Мы не можем так специально говорить про музыку, тем более, что ее все могут услышать там, где захотят. А вот про вас. Вам трудно? Что трудно? Жить на свете. Жить на свете, да. Так же, как и всем. А вот не так же, по-моему, как и всем. Насколько я знаю, я читала ваше интервью, я много раз слышала то, что вы говорите. Вы ставите перед собой очень высокие цели и задачи, которые сейчас, вообще-то говоря, очень мало кто ставит. У меня такое впечатление, что вы очень много включили разных регистров и хотите идти по самым вершинам. И вы это делаете. Но это должно быть очень тяжело. А то у вас спрос к себе какой-то, в общем, не вполне нормальный в наше время. Что это? Откуда это? Почему это? Мне кажется, что когда-то нас учили, что искусство отражает жизнь, должно отражать жизнь. Но я считаю, что искусство должно и изменять жизнь, изменять людей, поворачивать как-то в сторону добра. А вы же тоже, когда вы пишете, вы тоже не думаете о том, что вы пишете это для себя, в стол? Нет, в столе нет. Ну вот. Значит, вы тоже перед собой какую-то цель ставите. Вместе с тем вы идете по этому пути, вы даже высматриваете в своем организме какие-то негативные стороны, которые у каждого человека есть. Скажем, когда мы говорим о Достоевском, если мы возьмем братьев Карамазовых, то я убежден совершенно, что в себе видел все качества братьев. И Ивана, и Митя, и Алеша. Мало того, думаю, что он в себе и в Смердьякова. И Федор Павлович. Да. Так что это все у нас есть. Весь вопрос, куда это направлять. Я хочу это направлять на то, чтобы силы зла не перевешивали вот эту чашу весов. Они, конечно, существуют. Без этого не было бы вообще картины мира полной. Но все-таки сегодня мы видим, что зло как бы побеждает. Даже так? Да. Я имею в виду вот эту трагедию в Беслане. Страшно видеть, как Шекспир написал, мощь у немощи в плену. Я считаю, что наша мощь, человеческая мощь, это духовная мощь. А то, что произошло, это немощь, которая в этом случае оказалась победившей эту мощь нашу. Вот я считаю, что каждый человек просто должен свою каплю носить труда, совести, работы, душевной работы. В то, чтобы не происходило то, что произошло. То есть вы хотите изменить? Это не только дело политиков. Абсолютно нет. Нет, конечно, каждого. Просто мой уставший мозг после дня рождения медленно поворачивается в какие-то нужные стороны. Но тем не менее, если вы вспомните Карамзина Николая, который написал историю государства российского, он написал, что история народа принадлежит царю. А Пушкин на это заметил. Нет. История народа принадлежит поэту. Да, это конфликт поэт и царь. Это очень российский конфликт. Это два разных царства. От мира сего и не от мира сего. Царство царя от мира сего. Царство поэта не от мира сего. Поэтому они побеждают каждый в своем. Царь побеждает в этом, земном. А поэт побеждает в том, небесном. Что важнее. Что важнее. Это выбор всегда. Если поэт работает в поле царя, он проигрывает. А царь проигрывает всегда. Потому что его срок ограничен его сроком царства. Конечно, это так и есть. И поэтому поэт, конечно, это имеется в виду принадлежность к народу. А вот зависеть от царя, зависеть от народа, вот что хуже? Зависимость вообще тяжела. Но когда мы зависим от невежества, это, наверное, ужасная зависимость. А невежества где больше? Невежества больше не у народа. Отнюдь нет. Если вы посмотрите на нашу историю, допустим, советскую историю, то, несмотря на то, что убивали религию всеми возможными способами, тем не менее, ее не смогли убить. То же самое с музыкой. То же самое с культурой, с духовностью. Ведь культура – это не только музыка, живопись, там, скульптура и архитектура. Это вообще милосердие, сострадание. Это все. Это то, собственно говоря, почему происходят конфликты, отсутствие культур. Вот общий такой большой, большого пласта. Владимир Татаревич, на вопрос, тяжело ли вам в жизни, вы сказали, как всем. А в России лучше здесь или легче, чем во всем остальном мире, в котором вы так много ездите? Ветки на дереве, они происходят от того, что корни существуют. Из чего-то они выросли. Ничего из ничего не произрастает. Поэтому я могу сказать, что мне легче здесь, несмотря на все трудности. И я очень понимаю людей, которые возвращаются сюда. Вы же тоже жили некоторое время за границей? Десять лет. Десять лет. Однако вы здесь. Я тоже жил долгое время за границей. Но я вернулся сюда. Если мне память позволит сегодня, я вспомнил стихи Бродского, замечательные стихи, которые дают возможность понять, что очень много людей так думает. Здесь снится вам не женщина в трико, а собственный ваш адрес на конверте. Здесь утром, видя скисшим молоко, молочник узнает о вашей смерти. Здесь можно жить, забыв про календарь, глотать свой бром, не выходить наружу и в зеркало глядеться, как фонарь глядится в высыхающую лужу. Я чувствовал это, что я смотрюсь в себя, как вот этот фонарь, что лужа высыхает. А здесь нехорошо. Хорошо от человеческой любви, которой много в моей жизни. Это, наверное, и есть самое большое счастье для человека. Бродский очень точное, точное слово нашел для точного ощущения. И оно мне знакомо. Просто оно ему было знакомо гораздо более остро, потому что он был вынужденный изгнанник. А в этот момент все обостряется. У меня был всегда выбор вернуться назад или быть там, а у него-то не было никакого совсем. Его разъединили совсем. Вы рассказывали, это многие тоже говорят, что когда работаешь с музыкантами на Западе, с актерами, музыкантами, с исполнителями какими-то, у них есть точное время. Мы начали работу, мы закончили работу. То есть они могут прервать спектакль, репетицию, то в 12-м, скажем, во Франции, и всем есть. А у нас это невозможно. Вот с чем связана вот эта здесь бытующая привычка и чувство делать эти вещи по душе, по душевному расположению, а не по календарю? Это даже не ответственность. Это неосознанное какое-то чувство такое моральное, которое в человеке есть. Я вспоминаю, что я пришел как-то на репетицию, очень хорошо подготовившись к Пятой симфонии Шостаковича. Поскольку я жил с этой симфонией, с этой партитурой несколько месяцев, просто каждый день, каждую свободную минуту, везде, где бы я ни находился, на пляже или в ресторане, или дома, ночью вскакивал, открывалась какая-то идея, мне приходила в голову, открывал партитуру. Я пришел, действительно, зная это сочинение, достаточно серьезно подготовившись, и, естественно, очень страстно репетировал. Вдруг неожиданно я взглянул на часы и увидел, что прошло два с половиной часа. Это очень трудно, два с половиной часа, без перерыва сидеть и работать. Да еще внимательно работать. Да еще все время дирижер должен останавливать человека, который играет, и говорить, что это не так, или что он хочет что-то здесь другое, хочет изменить. Я говорю, простите меня, пожалуйста, я увлекся так страшно, и не заметил, что так много времени прошло. Вы должны отдыхать. И вдруг я услышал ответ от музыкантов. Мы тоже увлеклись, и мы можем не отдыхать. Конечно, такое может быть только в России. Больше нигде. А вы знаете, что здесь? Я вас слышала, я думала, ведь музыка, в частности, и особенно музыка, это такая вещь, это внутри целого текучесть постоянная. Все, что исполняется в течение времени, все, что не застывшее, вот ни картина, ни скульптура, ни архитектура, то, что во времени существует, а не в пространстве, оно одновременно, это быстробегущий поток и одновременно целое. Это поразительное свойство человеческого сознания, улавливать целое, следя за разбеганием этих деталей, потому что любая нота посередине, это оборви ее, она не есть, эта музыка. И следующая, какая музыка, а только общая. То есть целое заключается вот в этом вихре, поэтому пока это целое не прояснилось, не стало идеальным, не приблизилось вот к тому, как оно было задумано кем-то, оно не может быть закончено. Оно должно звучать как целое. А при обрывании этого, во время репетиции, вы просто отрезаете пол лица, потому что оно не влезло. Совершенно верно. Я когда ухаживал за своей женой, я ей сказал, что я могу опоздать в одном единственном случае, на свидание, если я не доиграл до конца произведения. Так она и знала с тех пор. Так с тех пор и продолжается. Его нет, не доиграл. Точно, совершенно. Вы так восхищаетесь Владимиром Тодоровичем как музыкантом. При этом сами говорите, что в музыке ничего не понимаете, ничего не слышите. Откуда вы знаете, что Владимир Тодорович великий музыкант? Я не говорю глупостей, которые действительно недоступны моему пониманию. Я восхищаюсь. У меня есть еще помимо развлечений, великого, замечательного, гениального и все прочее, что действительно мне не дано. То есть только местами и иногда. Ну, Господь оторвал мне уши. Язык удлинился от ушей. Я хочу сказать, что то, как он строит свою жизнь, и то, что он делает в своей жизни, и то, как он рассказывает об этом, вот в этом есть что-то такое. Мне не дано туда заглянуть, моя жизнь проходит по каким-то другим рельсам, но я вижу вещь достаточно поразительную и очень редко сейчас встречающуюся, глубоко мною уважаемую. Такие люди встречались в моем детстве, потом они естественным путем вымерли. И я всегда думала, а сколько же их было раньше? Мне говорили, что их было много еще в 20-е годы, а уж тем более до революции. Это какой-то совершенно особый человеческий тип. Владимир Житович, вы хохочете когда-нибудь? Конечно. Бывает, нечасто. И так не по дурости хохочу. А по дурости не хохочете? Ну, довольно редко вообще по дурости. Ну, так... А по дурости это как? Ну, так без причины, что называется. Это как я, да. Так. Ну, иногда сам разыгрываю людей или близких. Люблю, когда не со мной. Ну, у Спиваков наверняка розыгрыши какие-нибудь там... Ты тоже откроешь коробку, думаешь, что там пирожные, а там лежит... Нет, а там лежит, например, какой-нибудь фолиант. А, ну вот вы меня... Трактат. Ну, правильно. Хорошо, спасибо. Тогда вот такую маленькую историю расскажу. Мы жили в Испании тогда. Оркестр виртуозов Москвы работал в Испании под патронажем принца Филиппа Астурийского. И мы с Сатей поехали во Францию, где у меня были два концерта. Один в Каннах, другой в Ницце. Это был декабрь месяц, накануне ее дня рождения. Я думал, что ей подарить. Там у нее была как раз круглая дата такая, незначительная. Никак не мог найти подарок. После того, как я отыграл концерт, мы пошли посмотреть такой антикварный салон в Каннах. Сате понравились какие-то часы. Какие старинные, ну, что называется, секонд-хенд, какой-то швейцарской фирмы. А, знаете, какие чудесные часы, замечательные часы такие, мне так они понравились. Ну, в общем, как намихнуло. Да. Ну, я сделал вид, что я ничего не заметил. Когда пошли пить кофе, я быстро рванул туда. и поскольку у меня была, как же называется, заначка, какая должна быть у каждого нормального мужчины, я купил эти часы и положил их себе в карман. Потом в конце, когда уже нужно было уходить, она говорит, дай-ка я еще раз посмотрю на эти часы. Вдруг она выходит с изменившимся лицом, ты знаешь, их купили. Я говорю, как купили? Прошло-то всего полчаса. Я говорю, как купили эти часы? Она говорит, купили часы. Я говорю, а кто купил? Я спросил у продавца. Он сказал, какой ты симпатичный итальянец. Да. Я говорю, ты видишь, опять итальянцы нас вскакали. Как это нехорошо получилось. Он говорит, ну вот так, видишь, ты вот как-то нерешительный человек. В общем-то, я подумал, что у меня круглая дата и красиво было бы носить такой подарок от тебя. Вышли наверх, идем по набережной, по этой. И писательные начинают говорить. Ты знаешь, вообще, ты немножко изменился. Я говорю, что это такое? Она говорит, вообще, вот я заметил, что все люди, которые приезжают за границу, они все начинают меняться. Вот ты такой добрый человек. Я знаю тебя как невероятно доброго человека. Но так получилось, что мне кажется, что ты изменился. Ты знаешь, что... Да, и вот смотри, вот запомни вот этот вот путь от этого дворца, в котором кинофестиваль проходит, да? Пале де Конгре. И вот до этого отеля, Нога Хилтон. Запомни этот путь, запомни все, что ты мне говоришь. Это меня обижает очень. Ну ладно. Как так постепенно все ушло на диминуэнда? Мы приехали в Испанию. Наступил день ее рождения. А я с утра начал пилить на скрипке. Занимаюсь, занимаюсь. И так, краем уха слышу, что она подруге говорит какой-то, которая спрашивает, что он тебе подарил? Она говорит, знаешь, он занимается. Никуда даже не вышел, цветов даже не купил. Думаю, какой я нехороший ребенок. Но продолжаю заниматься. Наступил вечер, сели все с семьей, пришли какие-то друзья. Ну, она довольно грустная, конечно, была. Я говорю, ты знаешь, я так виноват. Не успел даже сегодня ничего купить. Уже магазины все закрыты. Ты просто измодит, женщина, измодит. Но все-таки, я говорю, я вот из России привез тебе один подарок. Она говорит, из России. Я говорю, да, вот у меня сохранился подарок, сувенир из России. Я достал коробку такую, но не коробку. Она была вначале завернута в старые русские газеты, уже пожелтевшие, кошмарные. Где взяли? Турзал подготовил. Это у нас было всегда. И говорю, вот мой подарок. Ну, нас тоскливым лицом разворачивает одну газету, там, другую газету, третью газету, четвертую газету. И видит коробку. Открывает эту коробку. Слушай, она обалдевшая, и говорит мне, прости меня, как я могла такие вещи, говорит, я... Я говорю, видишь, я тебе говорил. Помню всегда то, о чем ты мне говорила, вот, от Поледы Конгрет до Нога Хилт. Больше никогда это такие вещи не повторяю. Это история на тираны-искусители и доверчивую наивую женщину. Которые просто душеразмирающие, абсолютно захватывающие. А друзей вы так же долго можете над ними экспериментировать? Нет, короче. Экспериментировать. Короче? Да, значительно короче. Ну, удовольствие. Короче получается. Своему человечку и самому. Приехали мы на Тайвань с оркестром «Виртоза Москвы». Была поздняя ночь. Очень поздно было. Два или три часа ночи. И вдруг я в соседнем номере услышал звук иланчель. Который начинал разыгрывать гаммы. Медленно. Не очень чисто. Потому что руки уставшие после длинного перелета. И с таким не очень хорошим звуком. Но поскольку я всех своих музыкантов знаю, я тут же вычислил, кто это. Попросил внизу в рецепции, чтобы мне принесли бумажку, кто в каком номере живет. Принесли. Я набрал номер. Подходит человек и говорит... Алло. Я ему говорю... Он говорит, да? Я говорю... Он говорит, все, понял, больше не буду. Утром мы встречаемся за завтраком. Он очень хмурый. Я говорю, что такое хмурый? Не выспался? Он говорит, знаешь, говорит, не нравится мне Тайвань. Я говорю, что такое? Ну, сел вчера позаниматься немножко вечерком. Ручки так разыграть. Позвонил мне какой-то китаец, говорит. И такое устроил по телефону. Думал, убьет. Я говорю, а ты что, по-китайски говорить? Нет. Я по-китайски, конечно, не говорил, но он с такой интонацией не говорил, что я понял, что просто убьет, если я не прекращу. Я, правда, до сих пор не признался, что это будет. А вы всех своих музыкантов по именам знаете? У вас же сейчас два оркестра. Причем один большой. Да, в общем, практически уже всех знаю. И не путаете? Нет, не путаю. Так. Многие музыканты со мной на «ты». То есть вы не деспот, не тиран? Нет, нет. На самом деле вы демократичный, мягкий. Ну, вы так говорите с какой-то такой иронией. Я не иронией. Демократичный, не тиран. Я ужасно боюсь вас сплють, Владимир Теодорович. Потому что я боюсь, что вы опять... Я очень люблю рельки, цвета. Правда. Я люблю все то же, что вы. Конечно, хуже и тупее, но все равно люблю. Мне очень хочется, чтобы вы еще вот про это, про человеческое... Понимаете, вы такой божественный, что как бы смотришь и думаешь, как же с ним разговаривать-то? У них же там, вот, среди ангелов, у них же, наверное, совершенно какие-то другие звуки надо издавать. Что вы говорите? Вы про прозу сказали. Помните, что Гоголь сказал? Вот опять начало. Господи, боже мой. Это к вашему как раз моменту. Да, он много сейчас мог записывать. Нет, он сказал замечательную фразу, что многие люди думают, что мозг человеческий находится в голове. Вовсе нет. Его приносит ветер со стороны Каспийского моря. Так. Он все равно кажется очень грустным человеком. Да, конечно. Хотя я рассказывала замечательную, смешанную историю. Он не мрачный человек? Нет, да. Не доставил человек? Это все разные вещи. А человек грустный, то есть, который вот это понимает, эту какую-то... Печаль мира. Печаль мира, его конечность, долг к этой... Есть в этом мире. Стезя, который это должен пройти. Не тот контракт с Господом Богом, чтобы отказаться от этого. Вот в одном из интервью он говорит такие вещи по какому-то поводу, что вот иногда весна, яхты на море, вот какие-то веселые голоса, люди идут, мальчики играют во что-то. И он говорит, боже, боже, какие они счастливые. Мне это поразило совершенно, потому что, а разве он не счастлив, хочется сказать, он, которому открыты такие вещи? А там есть другое счастье, оно идет параллельно, да? Ему нельзя, ты сказал бы, ну, брось, выйди, ну, ты потом, ну, пропусти день, да? Ты это все сделаешь. Иди на эти вот, на яхты, иди на эту набережную, иди в эту весну. Так, а там на набережной думают, какой он счастливый. А кто танцует в самом деле, и кто горцует на коне, тем эти танцы надоели, эти лошади вдвойне. Не в том смысле, что надоели, а в том, что счастье, оно всегда там. Скажите, Владимир Теодорович, а вам в какую вот эпоху хотелось бы пожить? Ну, мы же не выбираем. И где? Ну, я бы знаю, живем и умираем. Больше пошлости на свете нет. Это, нет, продолжать не будем, но мы не выбираем. Я понимаю, что вы не что, никогда не мечтаете? Мечтаю, конечно. Но совсем не о том, где бы я хотел жить, или в какую эпоху. Тогда, а вот картины какой-то эпохи навязчиво проносятся у вас перед внутренним взором. Ну, знаешь, что это уже проносятся? Да, ну, вот это зависит от того, над чем я работаю. А у вас это связано напрямую с... Да, с добаховской музыкой, скажем, это одна эпоха. Если я работаю над Бахом, это другая эпоха. Если романтика, это третья эпоха. Ну, и, конечно, если я работаю над произведениями Шнитке, или Шостаковича, или Прокофьева, или Стравинского, я думаю о том, что их побуждало написать. Почему вот Шостакович писал, например, Оды Сталину, или что-нибудь в таком духе? Почему? Ну, что-то нужно понимать, что он внутренне, я думаю, думал примерно так же, как думал Эйзенштейн, который сказал, что очень почетно умереть за Родину, за страну, но еще важнее жить для нее. А вот мечты у вас есть какие-нибудь вот такие, ну вот, даже нелепые? Нелепая мечта у меня была, чтобы скорее прошел день 12 сентября. Я, конечно, понимал, что и этот день пройдет, какой бы он ни принял оборот. Но все равно какое-то напряжение внутреннее страшное было. Было, да? Ужасная ответственность. Вот это я понимал, что придут люди, что поздравлять будут. Вот даже не ожидал, что горы, такие писем, телеграмм, цветов, просто даже нехорошие ассоциации рождались в голове у меня, когда я видел в пустом помещении такое количество цветов стоящих. И, конечно, концерт, к которому готовился. А вы волнуетесь перед концертом? Волнуюсь, очень волнуюсь. По-прежнему? Да. Всегда? Всегда. Слушайте, а продолжают хлопать между частями или уже отучились? Вы знаете, я не считаю это грехом. Наоборот, мне кажется, что пришла новая публика в зал, которая раньше не приходила. Вот я боюсь наврать кто, мне кажется, это Лебенец сказал. Только наврать. Музыка есть математическое упражнение, не имеющее себя выразить души. То есть душа хочет себя выразить в математическом упражнении. Музыка есть математическое упражнение. Там очень четко числа между высотой, звукой и так далее. Но в мире вообще есть математика, правда? А здесь это действительно упражнение, и оно идет в потоке. То есть здесь вот ты действительно приближаешься к основам мира, потому что мир основан на числе. Даже можно не иметь вещей, а будет и на число, понимаете? И эти числа, вот это беззвучное существование чисел в нашем мире, организованное в некоторые потоки, да? Вот оно становится музыкой. То есть человеку нужно ухо, и тогда он будет слышать математику. Дело в том, что есть такое... То есть я слыхала, скажем так. Честнее-то будет? Да. Да, оно будет числе. Да, ну вас, чертовы математик. В общем, считается, что виртуозы очень много играют как бы попсовые классики. Играют и на Западе, и здесь. Потому что, с одной стороны, приходит на виртуозов, очень много приходит начальство. Начальство вообще любит виртуозов из Пивакова. У нас вот вчера тут было одно начальство. Тут же стало рассказывать, как было на вашем концерте. Мы говорим, да-да, мы знаем, у вас так принято, у вас там. Значит, он, естественно, тут же стал заверять в любви, подлинный, настоящий, к Спиваку, там, и так далее, и тому подобное. Но поскольку у него работа такая, заверять, то мы как-то так легкомысленно к этому отнеслись. Так вот, начальство наше, оно же, в общем, не привыкло совершенно к классике. Вообще-то. И оно как, как вот, вот им действительно приходится как-то вот адаптированно музыку играть или нет? О попсовых сочинениях, то, что вы сказали. Времена года Вивальди. Во-первых, как к этому относиться? Времена года Вивальди для меня это фреска человеческой жизни. Это рождение, это юность, это зрелость, и это подход к последнему рубежу. Так что я не считаю, что это попсовое сочинение, оно популярное, но не попсовое. Нет, ну, вы же понимаете, на самом деле, о чем я говорю. Я понимаю, вы воспользовались сейчас клише. Да-да-да, совершенно верно. Таким, которое внедрили в какой-то степени мои недоброжелатели. Критики не могу назвать, потому что настоящие критики, настоящие музыковеды, которые подлинно знают музыку, работают над ее теорией, изучают форму, гармонию и тенденции, и так далее. Они не пишут критических статей. Пишут критические статьи неудачники, как правило. Те люди, которые сами не могут создать ничего. Я не о всех, конечно, говорю, а именно о тех людях, которые стараются внедрить. Вот это мнение. Меня это не угнетает совершенно. Мне это смешно. Вот они, так сказать, хотели показать, что виртуозы – это попса, дескать. На самом деле это совершенно не так, потому что виртуозы только что записали три потрясающих диска, можно сказать. Я не себя имею в виду, а вообще вот диск, как произведение, которое останется. Вот на долгое время. Это посвящение Альфреду Шнитке. Это музыка Арво Пярта. И это Шенберг, Веберн и Барток. Так что, как бы вам все можно говорить. Правда? Но об этом молчат. Они не пишут? Они не пишут. Ну, об этом напишут настоящие музыковеды, и вот это-то и останется. Теперь, что касается начальства, я… Начальство же не в состоянии вас слушать Шенберга. Вы заблуждаетесь. Может? Да. Ну, вот, допустим, Илья Клебанов. Начальство? Стопудово. Стопудово. Вот однажды он пришел на запись Шенберга. Угу. Послушать это произведение. И пришел в дикий восторг. Так. Это индивидуальный подход? Я понимаю, что бывает. Ну, значит, не будем обобщать. Вот вас удивит, например, но мне Владимир Владимирович Путин сказал, что я надеюсь, Владимир Тодорович, что оркестр, который создается, Национальный филармонический оркестр России, будет такого же уровня, как оркестр Мравинского. Вам это странно кажется, но это факт. А зачем же он тогда группу Любе любит? Я на эту тему с ним не разговаривал. Послушайте, это Питер. В Питере всегда есть свой любимый дирижер, да, Мравинский. Потом долго не было, почему-то, естественно, поклонники Мравинского почему-то не любили Тимиркану. Хотя понятно, что Тимиркан очень большой музыкант. Потом появился Гергиев, и точно так же все рванули, значит, Гергиев. Гергиевич, это знает весь город. Человек может никогда не быть в классическом концерте, но знает, что у нас любят Гергиева. Вы знаете, один музыкант мой проходил через этот турникет на репетицию. Там стояла охрана в консерватории. Он что-то звонил, звонил, туда пройдет звенье. Тут обратно опять звон сплошной. Он говорит, ну пропустите мне, я иду на репетицию к Спиваку, у него сегодня день рождения. И вдруг этот охранник говорит, так вот почему сегодня звонили колокола. АПЛОДИСМЕНТЫ Действительно замечательная информация. Я просто категорически меняю свое отношение к Клибану. Значит, Путин знает Мравинского. Вы меня страшно радуете, что так, если оно так все на самом деле. Да, так на самом деле. Так. Я не хочу защитить какие-то решения, которые мне не нравятся. Или которых я не понимаю. В смысле? По-человечески. Какие? Ну, решения политического свойства. Я же не политик. Но если мне что-то не нравится, я внутренне сопротивляюсь и стараюсь делать наоборот. Так, как мне кажется, нужно делать. Так. Поэтому иногда к артистам или актерам больше доверия. Чем к ним. Да. И именно это требовали все великие режиссеры, актеров, чтобы вот это была правда настоящая такая на сцене. Я вспоминаю, как я впервые познакомился с Георгием Александровичем Товстаноговым в Ялте. Он пришел ко мне за кулисы и сказал, что Владимир Тодорович, меня удивили очень многие вещи. Вот, например, вы закрываете глаза, поворачиваясь к оркестру, а они вот продолжают играть и выполняют все ваши желания, вот вашего жеста. Как это получается? Вы знаете, я думаю, что они, наверное, это получается, потому что они мне доверяют, а потому что знают, что это правда. Вот и я своим актерам говорю, что мы столько врем в жизни, что хоть на сцене нужно говорить правду. А вы не врете в жизни? Практически нет. Ну, так, чтобы совершенно человек не, ну, не надо говорить, врал. Ну, бывает иногда ложь во спасении, тоже бывает такое, правильно? У вас есть вот что-то, что вы в себе не любите? Да много чего не люблю. Ну, что? Ну, зачем же я буду говорить на телевидении, что я в себе не люблю? Нет, не хотите не верить. А некоторые с удовольствием находят такое незначительное. А потом дело не в этом, понимаете? На самом деле, дело в том, что человек выбирает. Просто как-то все корректирует, выбирает. А слабости какие у вас есть? Невинные, я имею в виду, совершенно невинные слабости. Надин, например, не может удержаться при виде свежего калача. Стива Облонский его, кажется, звали. Слабости у меня, конечно, есть тоже такого порядка. После дня рождения, например, был устроен большой прием, на котором были друзья и близкие. Но я там ничего не ел и не пил. Но когда пришел домой в три часа ночи, я почистил две воблачки и умер. С большим удовольствием. Я понимаю. Воблачь, в смысле, с пивом или просто? Я не мог в этот день ничего пить, поэтому я просто с черным хлебом, сухари черные. Тюри вот люблю с детства. У меня была соседка, она же нянечка, потому что мама работала на пяти работах, и отец тоже. И у нее практически не было зубов. Тогда еще таких, я думаю, не было успехов в этой области. И она варила супы замечательно, и туда крошила хлеб. Это было первое и второе, и третье иногда. Я с детства это люблю, и до сих пор, когда я сам один. А с этим не позволяет? Ужасает? Нет, ничего, ничего нет. После того, как королева одна взяла корочку хлеба и тщательно облизала тарелку с соусом, я думаю, что ничего страшного. Какая это была королева? Ну, не будьте. Я все забываю, что действительно, вы же там с ними практически рядом. Да, рядом. То есть вкусы у вас остались... Детские. Детские, да? А что еще вот с детства осталось точнее? Я не знаю, вот как это... Была такая колбаса, собачья радость, ливерная, люблю очень, сухари, пряники. Пряники? Да, очень люблю пряники. А какие? Мятные особенно. Коровка, конфеты. А пироги? О, с капустой. С капустой особенно, точно. С капустой? Ничего с этим сравнится, не важно. А что вы выпиваете? Выпиваю редко. Понимаю. Но когда да, то что? Водку. Отлично. Да? Да. Прекрасно. А как вы отдыхаете? У вас есть какие-то периоды, когда вы ничего не делаете? Нет. Вообще не бывает? Нет, надо мной смеются очень мои близкие, но таких периодов нет. Особенно они смеются, когда я на пляже лежу с партитурой, размахиваю руками, там что-то в голове, пишу карандашом, проходит публика, совершенно сумасшедший какой-то лежит. А когда вы в море плаваете, вы тоже там? Нет, когда в море, я практически делаю те же движения, и думаю о том, но партитуру нет. А вот вы сказали про ваших недоброжелателей среди критиков. Вы обидчивый вообще? Обида быстро проходит у меня, честно говоря. Не думайте только, что я против, так сказать, оппозиции или других мнений, наоборот. Вот, как вы знаете, мухи, они умирают в меду, но не в уксусе. Но не в уксусе. Вот, и я совершенно не против критики, я просто против хамства. Я думаю, что любого человека обидело бы и, может быть, даже возмутило, если объявлена программа. В последнюю минуту я снимаю сочинение, это было, кстати говоря, когда был концерт, посвященный десятилетию со дня смерти отца Александра Мения. Я открывал, думал открыть эту программу вокализом Рахманинова. Но потом я снял это сочинение, потому что оно слишком печально. Мне кажется, что жизнь этого человека продолжается. И продолжается достаточно победно. На свече не появилась статья, где была разгромная статья. И именно об этом сочинении писалось, что это ужасающе было исполнено и так далее. А в какой газете? Где? В газету не помню, но журналистку, которую написала, знаю. Не хочу. Ну скажите, а почему? Ну... Надо узнать свою руку. Ну хорошо, почему? Вот объясните. Потому что я думаю, что она сожалеет глубоко. Скажите, а к Петру Поспевого как вы относитесь? Он не глупый человек. Мне кажется, что он как бы наиболее все-таки как-то... Я больше, что не его отца, который сделал великолепные монографии, в том числе о бубновом валете. Я просто думала как раз, что вот Петя из всей этой молодой тусовки критиков, он как-то наиболее все-таки серьезный... Он ангажированный человек. Ангажированный человек? Да, и Поспевов меня назвал «Крашеный красавец», например. Крашеный, в смысле? Крашеный красавец. В смысле, что вы накрашены? Нет, что... Крашеные волосы. Да? Да. Больше всего меня огорчает, даже оскорбляет, когда пишут не обо мне, а о музыкантах оркестра. Обзывая их стадом баранов или там пожарной командой, да. Это ужасно тяжело. А потом я как раз в Америке находился, мне позвонил один музыкант, говорит, мы просто в шоке. Я говорю, что такое? Ну, говорит, нас обозвали стадом баранов. Как такое может быть? Ну, это же не критика, правда? Это было напечатано. Да, естественно, было напечатано. А вот кто из тех музыкантов, которые у публики на слуху, кого вы можете отнести к числу своих друзей? Вот именно друзей. С кем вы дружите? С очень многими. Я дружу. А с кем? В том числе со всеми оркестрами, с которыми я работаю. Я считаю, что я с ними дружу. Есть люди, с которыми я не дружу так близко, чай не пью, допустим. Но я очень их уважаю и ценю. Был у меня Бернстайн, допустим, такой человек, которым я дружил. И вы знаете, что я думаю, что эта дружба, это вообще великолепное дополнение к любви. Изначально-то я думала, что вы скажете, что это башмит, потому что я слышала историю про то, как вы башмита защищали в драке. Было такое? Ох, хитрые вы. Ну, отчасти было. А рассказать нельзя? Нет, не нужно рассказать такие вещи. Скажу только, что некоторые люди мне звонили. Сказали, что это очень некрасиво с моей стороны, что они не ожидали такого поворота событий. Но они перезвонили на следующий день и сказали, что версия меняется. Так. Мы вами гордимся. То есть вы разнимали? Нет, ну не будем в эту историю рассказывать. Нет, дело просто в том, что... Друзьях действительно можно сказать, что Сати, мой первый друг, верный, настоящий, это невероятная помощь для меня. Потому что вера человека, который с тобой вместе живет, это очень-очень важно. Потому что мы все в сомнениях, все время, постоянных. Если есть человек, который в тебя верит и успокоит, скажет, нет, ты это можешь сделать, я в тебя верю, это важно очень. Так все как-то выстраивается, спина распрямляется, голос становится тверже, руки перестают дрожать. И вы идете. То есть за ней, как за каменной стеной. Ну, можно так сказать, это лучше, чем у стены плача, во всяком случае. Вы не хотите рассказать, как вы кого били? Ну, не будем, поэтому... Ну, вы же боксер. Ну, не я, какой боксер? По пенченко боксер, это боксер. Дзю, это боксер. Вы занимались бы уже? Ну, занимался немножко. А как это вот нужно, музыканту боксом? Я занимался боксом, потому что был тщедушного очень телосложения. Потому что внутри меня что-то мне говорило, что я протестую к моему организму против того, чтобы мальчишки другие били меня или моих друзей. И что-то внутри такое сидело, что меня эта область ввергла, о чем я совершенно не жалею. Я понимаю, что ты не спросил, потому что очень много историй про ваши драки. Честно вам признаюсь, я вам скажу, что я не нападаю первой. Но защищаюсь крепко. И тогда я не стесняюсь. Нет, не нападаю первой. Особственно, совоку предпадаю, что о нем думают так. Совоку бывало, ими по улице. Как даст кому-нибудь по морде? Иногда хочется. Хочется? Иногда, да, хочется иногда. В каких случаях? Ну, когда обижают других людей, или когда страшная глупость, или когда трагедия страшная. Я вот за себя не ручаюсь, что если бы я был в беслане, что я не стал бы стрелять в тех людей, которые... То есть не людей. Совершенно уверен даже, что стал бы стрелять. Понимаю. Просто это выдержать невозможно. Причем, думаю, что стал бы стрелять сознательно. А не бессознательно. От полной паники. Потому что человек, когда он попадает в такую ситуацию, он лишается возможности принятия личностного решения. Попадает вот в атмосферу. Все. Он не может принять личное решение. Там просто ужас в том, что так устроено, что на самом политическом верху, там где принимаются эти решения, там нет ощущения личной ответственности за происходящий ужас. Там какие-то соображения, тревога порядка соображений существует. Ну как это вот мы со своим противником будем сейчас вступать в коалицию? Вот это же будет разговор. А вот этого живого непосредственного сущения, которое... Подспудно я об этом и говорю. Владимир Татуревич, ну невозможно вот на этом заканчивать. Она хочет сидеть, ты все говоришь. Да, нет, я-то безусловно хочу. Вот... Ну... А хорошая что-то будет с нами со всеми? Ну, знаете, я вам, раз уж сегодня как-то повернулся, какой-то переключатель в мою мозгу, я вспомнил Иосифа Бродского, я вам прочту «Четырестишья». Вот им стоит закончить. Страницу и огонь, Зерно и жернова, Секиры, острие и волос. Бог сохраняет все, особенно слова, прощения и любви, как собственный свой голос. Спасибо. У человека есть миссия, и все в нем этой миссии подчинено. Он сам себе установил такие высокие планки, что, собственно, что обсуждать, так сказать, их. Он поставил их себе, он их перепрыгивает. Можно говорить, а зачем ты себя столько понаставил? Потому что он очень не может. Он все время должен идти по вершинам, так сказать. Потому что, ну, всегда есть возможность спуститься. Это неинтересно. Надо ставить их выше, надо ставить их выше. Это бывает во врачебной профессии. Это бывает среди людей науки. Это действительно настоящее, крайне неудобное, казалось бы, для жизни подвижничество. Это есть максимальный отзыв вот этой человеческой личности на все возможные трубы, которыми нас, так сказать, оттуда призывают. Потому что оттуда действительно идет трубный глаз. Но очень многие хорошо запечатали себе внутренние уши каким-то воском, чтобы вот этого не слышать. А другие, наоборот, туда стремятся. То, что за пределами этой записи прозвучало, почему он на самом деле не ел, не пил, нельзя было ни есть, ни пить, он пошел сдавать кровь. Сдавать кровь, в смысле на станцию переливания крови? Достанция переливания крови, потому что он знает, что крови не хватает. Для жертв теракта. Для жертв теракта. А вот у него день рождения, вот ему 60 лет, вот у него гости, вот у него концерты, вот у него поездки, вот у него гастроли, а еще и это он делает. Вот вы знаете, я сама сидела и думала, можно ли об этом говорить? Потому что Владимир Теодорович сказал это в глубоко частной беседе, не желая говорить это публично. Мало того, то, что мы сейчас это произносим, вслух, Владимир Теодорович рассердится и нас отругает. Я согласна, да. Потому что... Да, быть отруганной за это, потому что на самом деле, действительно, это такое счастье, это сказать. Он же не сам это говорит. В том-то и дело. Есть вещи, да. Человек делает добро в тайне. Это, так сказать, истинный христианин. Тайну не обязались соблюдать. Да, меня это тоже абсолютно потрясло. Тайну не обязаны соблюдать. Анатолия Казахстан